Что у вас на канале, это знахарь. Я недавно молился, мне мысль такая пришла. Знаете, все часто говорят, что не надо лезть в политику. Я задумался, как так, не лезть в политику. Ну и стал молиться, пришел ответ. Оказывается, смотрите, не лезть в политику, это не значит не разбираться в политике. Не лезть в политику, это значит не лезть туда. Это изменить мир без Христа невозможно. И разрушить этот мир, эту систему, никто не дает тебе права. Да, интересно, да? Я, можно, конечно, это говорить откровенно, но я буду говорить изоповским языком. Даже нет, языком Библии. Смотрите, возьмем историю Лота. Ведь он, наверное, оправдывал себя. Смотрите, что, будучи, он был у врат, написано, он был у врат Содома. То есть, он был судьей. Он входил в городской совет и страдал ночью. Страдал по ночам. Что, вот такая, творится там беспредел. Ну, понятно. Смотрите, как четко. Он страдал на самом деле, но оправдывал себя. Я вот добрые дела делаю. Я им говорю о Боге, да? Ничего не меняется. Вот я современным Лотом не напоминает это, что туда идя, зная, что вы ничего не сделаете, на самом деле они оправдывают себя. Лота был защитник, да, Авраам. А вы, уходя от Христа, оправдывая себя, что я так много говорить буду о Христе, и все там, я спасу людей. На самом деле, чем больше в системах заглубляется такой христианин, тем больше, и тем меньше он говорит о Христе. Он служит уже системе. Что же делать? На самом деле, нам тяжелее, чем Божьему народу, который выходил из Египта, да? Они просто ушли из Египта. Фараон не хотел их отпускать. Таких рабов молчаливых, таких сознательных. Еще иди поищи, да? Он их не стал. А вот нам, с одной стороны, легко и тяжело. Смотрите, сколько искушений, информационных вещей. Надо, будучи жить в Египте, не быть под гнетом фараона, быть в пустыне. Кормиться только манной небесной. А вот буквально рядом тут все есть, да? Тут это очень тяжело. Но Господь знает, что только через такие испытания, пройдя, мы чего-то будем стоить. Потому что рай, который мы потеряли, намного дороже. Я как-то задумался, ведь что такое рай? Мир ищет. Рай здесь ими речи, да? В Ираке, ну, стекулярная мысль, прям целые трактаты, географы, авантюристы, писатели. Сейчас я вам скажу, что вы такой умный. Но это сам там в Писании написано, если мы такие. Смотрите, как это было. На самом деле логоса не было. Мы говорили мысли через мысли формы с Богом. Мы левитировали. Мы были творцами. Что значит творцами? Мы творцы, думаю, просто. У нас мы не клеили обои. Вот я пример. Мы просто творили. Мы меняли стиль. Мы все вокруг. Это как дизайнер, как вот в театре, спектакль. Вот меняют вот эти декорации. Так мы через мысли, через силу мысли. Мы не жили здесь, мы жили в другом портале. Здесь мы чужие. Но это не где-то далеко. Это здесь же на земле, только в другом измерении. Мы жили в другом, можно сказать, волновом мире. Там материя совершенна. После грехопадения мы перешли сюда. Губернатор этого мира. Сатана. У Иова так и написано, книга Иова. Собрались сыны Божьи. Среди них и Сатана. Творец спрашивает, Сатана, как дела, где ты был? Да, обходил вот землю. То есть свой удел. Поэтому я к чему вот про политику, да? И сейчас еще нам тяжелее. Более того, нам не просто тяжелее. Ох, как просто непросто, да? Извините за каламбур. На самом деле нам, у нас нет мы... У нас за место Моисея Христос, который около нас, ему надо молиться. И вот через каждый какой-то вопрос, когда у нас ропот, что нам делать, да? Молиться, поститься. У каждого свой путь индивидуальный. Чтобы дойти до обитованной земли, небесного Иерусалима, до рая, который мы потеряли. Ведь наша Родина на самом деле не эта система, которую многие хотят, так скажем, облагородить. Некоторые оппоненты говорят, ну как, мы понимаем, что здесь ничего не построишь. Но это же поезд, когда едешь в купе. Мы же хотим красиво ехать в купе, чай получать и все. Все правда, но она тоже не вся правда. На самом деле, помните, Божий народ, ропта? Ты куда нас, Моисей, привел? Наш, это манна, надоело нам. Мы, там чеснок, там мясо, там вот это. Там все. Они забыли уже, про что были рабами послушными, да? Что их, что вот это, что там, несправедливость, что там. Так и здесь, в нашем мире. Мы видим, как веселятся. Видим, что никакого, никакой, так скажем, тот, который живет нечестно, он все имеет. Это ропот, это испытание. Нам надоедает манна небесная. Как так? Ведь вот, да, тяжело просто. Но есть путь, который мы должны пройти. И это тяжелый путь, но счастливый, потому что я порой счастливый в каком плане, что мы куда придем. Я как-то, знаете, я вам скажу такую вещь. Мы будем творцами. Меня никогда не покидает давно-давно одна женщина, будучи психологом. У нее два сына было. Один умер от передозировки, а другой выкарабкался. Вместе с мамашей, с этой, стали посещать собрания. И через репцентр он пришел к Иисусу. И как-то она грустно спросила мне, как же так? Наверное, мой старший-то, который от передозировки умер, он, наверное, все. И я не знал, что сказать. Я просто верю Христу, что он сказал, что последнюю слезу он вытарит. Не будет слез там. А вот недавно молился и вдруг понял. Она, конечно, со мной можно спорить, но я думаю, не следим мы пути Господней. И нет такого, чтобы кто-то знал. Я вдруг, меня как-то осенило. Если мы творцы, а в раю мы творцы, мы не просто будем славить Христа, мы будем творить. Потому что там тоже будет жизнь, и тоже будет образование, и тоже будет какие-то, ну, будет движуха, короче. И я вдруг понял, что она, мамаша будущий попав в раю, она просто сотворит этого сына с нуля. Она его увидит. Где-то вот эти все останутся, все вот эти лявры, все вот эти через врата не пустят грех, он будет в чистом виде. Бог даст эту возможность. Хотелось в это верить, да. Потому что на самом деле мы живем, и праведны, мы живем-то по вере. Мы не живем по... Вера, а вера что такое-то? На самом деле это в какой-то степени проекция. Мы в это верим. Нас вот говорят, вот вы спасены через Иисуса Христа. И если какой-то даже ангел преподойдет с неба, и вы не верьте. Поэтому мы верим, что спасены. И никто не может нам помешать, что вот это надо еще сделать, вам то надо еще сделать. Потому что... Потому что Господь сказал, что вы спасены. Верьте в это. Аминь.